Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается того, что человеку Софии 61 год, мужем развелась 23, тогда была молодушна и подчинялась матери, а она заставила меня бросить мужа, по ее мнению он был плохим. Потом она мне даже встречаться ни с кем не давала, и я подчинялась, бросала мужчин, потому что я ее боялась. Она меня называла проституркой, понимая, что у меня был секс, но в сущности больше трех раз у меня после развода ни с кем не заходило. Думаю, если на этой начали меня стыдить, то мужчины начинали меня отклонять к оральному сексу. Как только мне это предлагали, у меня сразу возникало желание разорвать отношения, у меня просто дикое отращение и презрение к оральному сексу. Как они могут такое бросить, за кого они меня принимают? После таких вопросов я по несколько лет не могла ни на кого смотреть. Сказала себе, что никогда не пойду так низко, очень долго ко мне даже никто не подходил. Я вроде бы хотел встретить мужчину, но только порядочного, чтобы мама не стояла преградой. И вот сейчас мама старая, живет у моего брата и будет жить там до смерти. Можно сказать, она мне больше не преграда. Недавно в соцсетях мне написал мужчина 60 лет. Я предложил познакомиться, но меня не отпускают мысли, что вдруг мне опять начнут предлагать оральный секс. Меня эта мысль все перевернула в душе, и я дала мужчине отворот. С одной стороны, я хочу найти мужчину хоть под 20 лет, но боязнь орального секса постоянно меня тормозит. Прожила жизнь практически без интима. Я понимаю, может, 60-летнему уже вообще не нужен интим, но не всем же он не нужен в 60 лет. Самое главное то, что за всю жизнь мне не встретился порядочный. Только мой муж был порядочный и ничего посыдного не просил. Он такой один был в моей жизни, поэтому я не знаю, что мне делать, и как смириться с одиночеством в городе, и мать уже не помеха. Но вот эта проблема орального секса стоит до сих пор. Может, мне стоит 70-летнего поискать? Спрашивает София. Если честно, то и мы не знаем в этом смысле, что вам делать. Потому что, ну... Есть большое, очень сильное чувство у вас стыда. Есть отвращение к определенному виду секса. Есть, очевидно, в целом подавленность. С чем из этого вы хотели бы работать, да? А, ну вот. А. С чем... С чем из этого вы хотели бы поработать? Поработать. Потому что... из вашего текста, например, это не... не совсем очевидно. Вот. То есть... С чем из этого вы хотели бы поработать? Да? Понимаете? Я думаю, что вы, на мой взгляд, большое, очень большое значение придаёте... ну вот... какой-то такой линии поведения мужчины. То есть вы... как будто бы пытаетесь... вот знаете... как... себя... как-то защищённым. Ну, может быть... как-то защищённым. Ну, почувствовать. Вот. Тогда как... на мой взгляд... защищённость... это... то, что... зависит от вас. То есть... защищённость это... то... ну... во что... ответственны вы и сами. это... на мой... на мой взгляд. Понимаете, да? И... если мы говорим... о том, чтобы решить... вашу... проблему, да? если мы говорим... о том, чтобы... помочь вам. То, конечно... здесь... возна последовательность. Да? Сначала... реакция... на вашу маму и... э... отношения... к... э... ну... э... тому... э... э... что она говорит... что она говорит... э... вам... да? это... э... ну... первый аспект... на который... имеет смысл... обратить ваше внимание. а... дальше... уже... э... можно... смотреть на... э... в целом... какую... какую-то такую... знаете... эм... ну... коррекцию, да? то есть смотреть в целом на... то, как можно было бы... э... скорректировать вашу... э... модель... э... э... ну... ну... поведенческую модель. э... вот... и... исходя из этого уже... э... разбираться в том, чего вы хотите. то есть... мне кажется, что пока вы... э... так вот... э... относитесь к своей маме, да? пока вы... так долго боялись ее, боялись мужчин, боялись... э... э... вот... ну... как бы... э... 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 всего на свете, возможно, боялись. то, конечно, в этом смысле вам... э... э... на мой взгляд... э... э... сейчас... э... 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 оно... очень... ну... скажем так... э... очень... скованно. Вот... понимаете? Понимаете, да? понятно? как... э... э... понимаете, какая, штука, получается, Поэтому я думаю, я думаю, я думаю, что вам вот имеет смысл на это в первую очередь обратить своё внимание. Так же мне кажется, что имело бы смысл вам определиться с тем, с чего бы вы хотели, ну вообще по жизни, да, с чего бы вы хотели. То есть какое у вас вот, скажем так, глобальное направление в жизни, вот, то есть вот это довольно важный момент, как мне кажется, как мне видится, вот, и соответственно уже как-то вот исходя из этого, да, выстраивать свою жизнь. Вот, потому что, ну, на мой взгляд, значит, сейчас вы как-то вот, ну, знаете, сконцентрированы на поиске мужчины, да, и очень боитесь вот того, что человека, ну, окажется непорядочным. вот, то есть у вас есть, ну условно говоря, ну, довольно серьезный страх, вот, понимаете, да? Ну вот, поэтому я думаю, что в таком, примерно, ключе, вам нужно работать. Вот. Ну, понятное дело, да, если вы хотите, опять же, вот вы спрашиваете там, а он, может быть, мне там искать мужчину с медициной и так далее, то есть, как бы, ну, для вас, вот, как будто бы не имеет особого смысла личность, а, ну, человека, да, вот. Для вас не имеет значения, там, ну, ценность человека, а для вас как будто бы имеет значение только вот его порядочность. И всё. Вот. Это, конечно, ну, это мешает, конечно. Очень сильно, очень сильно мешает. Ну, в данном случае вам, как мне, видится. Вот. Поэтому вот, с этим, с этим, с этим, в принципе, и можно, и нужно работать. Вот. Такая вот история. Как мне, как мне кажется. Такой момент. Ну, вот, именно, с точки зрения, да, с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии. Вот. Я думаю, я думаю, так. На этом, на этом, в принципе, можно, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я желаю вам удачи, всего самого доброго в выборе специалиста и, значит, значит, в проработке своих, значит, сложностей, да. Вот. В выборе человека, которому вы доверитесь. Кстати говоря, это тоже очень важный момент, чтобы специалист, в котором были, ну, в котором вы решили работать, да, нужно, чтобы он был мужчина, чтобы вы учились, чтобы общаться, ну, с мужчинами, не бояться, ну, не бояться мужчин. Вот. И раскрываться. Раскрываться перед ними. Вот. Раскрывать свою личность. Чтобы было, чтобы было, чтобы было что раскрывать, да? Вот. Чтобы было, чтобы было что раскрывать. Возможно, вот как раз, имеет смысл вам преследовать свои, так скажем, свои ценности, да? И приоритеты. Вот. Понимаете, да, какая штука? Вот. Вот. И так, я думаю, вы сможете потихонечку решить свои проблемы. Другое дело, другое дело, что вот возможно, возможно, значит, вот такой аспект, что на это как-то вот потребуется время. Вот. Довольно, может быть, приличное время потребуется. То есть не сразу вы увидите для себя какой-то результат. Вот. Потому что вы, ну, вы привыкли так жить. Вот. И вы... Соответственно, будете повторять. Ну, привычные мобили поведения свои. Вот. Поэтому... Для того, чтобы это изменилось, да, потребуется время. Конечно. Определённое время. Вот. И с этим, с этим, безусловно, нужно будет как-то считаться. Вот. На этом всё. Желаю вам удачи. Всего самого доброго за обратную связь по моему ответу. Буду благодарен. Удачи. Спасибо. Спасибо.